МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Азов.Инфо в студии Герман Токарев. О главных событиях дня в материалах наших корреспондентов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Губернатор назвал улицу Дружбы в Азове одной из худших в регионе. Свалочные очаги на городском кладбище – дело рук недобросовестных азовчан. В Кагальнике заложили капсулы с землей, привезенной с полей сражений погибших земляков. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 11 мая губернатор Ростовской области Василий Голубев провел интерактивный прием граждан, в котором также участвовали главы донских муниципалитетов. Предлагаем вашему вниманию ту часть встречи, которая касалась вопроса азовчанина Виталия Книзько об ужасающем состоянии дороги по улице Дружбы. Я проживаю на этой улице уже около 15 лет, капитального ремонта я лично не помню. Вечные затраты на ремонт автомобиля, так как постоянно приходится наезжать на кочки, ямы, объезжать. То есть это и по безопасности, я считаю, дорожной безопасности это очень плохо. Также там ходит городской транспорт, который также участвует в небезопасности этой. Рядом находится таможенный пункт, поэтому постоянное движение КАМАЗов, постоянные фуры, также ДРСУ рядом постоянные фуры ходят, ну и естественно дорога портится. Какие-то латки ставят, ну это хорошо то, что да, я признаю, что наша администрация очень хорошо заботится о городе, но латки не помогают уже давно. Васильевич, если вы нас поддержите, чтобы указана дорога в следующем году была включена в нацпроект безопасной качественной автодороги, мы сделаем все, чтобы в этом году завершить проектно-смертную документацию, получить положительное заключение в госэкспертизе и все это представить в Министерство транспорта Росковской области. Потому что действительно, как сказал наш заявитель Роман Витальевич, проблема сегодня стоит очень острая. У меня по этой дороге больше всего обращений от длительного города. Ну, давайте договоримся так. Во-первых, вы должны сделать ПСД до 1 декабря, иначе вы не попадете просто в бюджет следующего года. Но до этого времени дорогу ведь нужно хотя бы поддержать в относительно нормальном состоянии. Вот у меня здесь есть фотографии, нас без слез не взглянешь, откровенно говоря. Ну вот, просто стыдно, честно говоря, видеть такую дорогу вот на этой фотографии. Это я вижу и сижу в комфортном кресле. А если представить себе, что я в автомобиле еду по этой дороге, ну вот тут о власти можно говорить только одно, что власть отсутствует. Значит, таких дорог не так много, я видел, откровенно говоря, даже при том, что у нас проблемных участков еще немало. Что вы сделаете, чтобы дорогу сейчас привести в относительно нормальное состояние? Как вы все эти ямы уберете? В рамках содержания дорог, Васильевич, мы проведем там ямочный ремонт. У меня 29 миллионов разыгран контракт на содержание дорог. Из 29 миллионов 16 миллионов именно на ямочный и латочный ремонт предусмотрено. Поэтому мы оттуда определенную часть денежных средств направим именно на эту дорогу, чтобы там хотя бы было... Когда? Когда? Васильевич, до 1 июня мы постараемся там выполнить арбуз. Я в июне точно посмотрю, проеду по ней, потому что 3,7 километра – это немаленький участок дороги. Если по нему ехать по этой дороге, по этим ямам, ну, никакой автомобиль не выдержит. В Азовской администрации прошли публичные слушания о целесообразности изменения границы города. Дело в том, что в 2017 году была проведена работа по определению координат границ муниципальных образований Азова и Азовского района с целью постановки их на кадастровый учет. Однако в дальнейшем были выявлены определенные разночтения, которые необходимо устранить. Подробности сообщила исполняющая обязанности главного архитектора города Марина Ковалевич. Границы Азовского района перераспределяются в границу города Азова 2,05 гектара. Граница примыкает к Елизаветинскому сельскому поселению. Согласования прошли все. Азовский район согласовал нам эти изменения. Это необходимо для того, чтобы утвердить данный проект решения, как у нас в Азове, далее направить на областной уровень, на ЗАГС собрании, для внесения этих изменений в единый реестр недвижимости. Грубо говоря, поставить на кадастровый учет границу города Азова, чтобы четко знать, где населенный пункт города Азова, где наши земельные участки, где земельные участки Азовского района. Большинством голосов было принято решение о целесообразности изменения границы города Азова. Далее проект решения по этому вопросу будет направлен в Азовскую городскую думу для утверждения, а затем в законодательное собрание Ростовской области с целью принятия окончательного решения о постановке границы на кадастровый учет. После продолжительных праздников на территории городского пространства наблюдается повышенное скопление мусора на контейнерных площадках. Как пояснили в муниципальной инспекции, о данной проблеме знают и принимают все возможные меры по ее ликвидации. Подробности у наших корреспондентов. Ежегодно мы наблюдаем в весенний период увеличение отходов на примерно 40%. Это связано с наведением порядков на дворовых территориях, порядках даже в квартирах. В связи с этим образовываются накопления на местах сбора твердокоммунальных отходов и иных местах. В связи с этим региональный оператор усиливает работу в данном направлении, направляет дополнительную технику на зачистку контейнерных площадок, крупногабаритных отходов. Администрация города Азова усиливает контроль в этом направлении. Кроме этого, свалочные очаги образовались на городском кладбище. На этом выпуске программы Азов.Инфо от 11 мая пожаловались горожане. По словам Николая Бедлокобыльского, данная проблема связана с человеческим фактором и происходит на протяжении всего года, так как не все граждане проявляют сознательность и выносят мусор в специально отведенное для этого места. Часто мы видим такую картину, когда рядышком заброшенная могила, на которую не так часто приходят родственники, и она используется как свалка. Туда сбрасывают все, что только можно. Особенно это у нас наблюдается на территории, скажем так, старого кладбища, вот, куда уже таких могил немало и куда родственники просто не доходят. И это все оказывается в середине самого кладбища. Вручную это убрать очень тяжело. Стоит учитывать узкие проезды и проходы между могилами. Именно они затрудняют вывоз отходов. Особенно это видно в родительский день, когда гражданам проще бросить мусор, нежели вынести к месту сбора. Если говорить о вчерашнем дне, то кроме основной техники в уборке кладбища были задействованы грузовые автомобили из других автопарков. Три единицы техники у нас вчера убирали. Пока как раз было закрыто кладбище для проезда, было очень удобно проехать и навести порядок. Но работы еще очень много предстоит, поскольку было очень большое количество людей, посетителей. И бывало так, что через два часа после уборки необходимо было снова проехать и убрать. Поэтому будем стараться в ближайшие недели навести порядок по всей территории кладбища. Как пояснил руководитель предприятия, сотрудники ежедневно, независимо от погодных условий, убирают территорию кладбища от мусорных завалов. При этом успевают выполнять свои основные обязанности, связанные с погребением. Хотелось бы обратиться к жителям, к посетителям городского кладбища с просьбой о том, чтобы складирование мусора, который образовался на могилах, проводили непосредственно ближе к проезжей части, чтобы можно было подъехать техникой, убрать это все, не складировать это рядом со своими могилами. Ивана Пажельцева, Юрий Бабенко, Азов.Инфо. В начале февраля текущего года в одном из выпусков программы Азов.Инфо была затронута тема нестационарных ларьков, расположенных на территории Петровского бульвара, которые были повреждены хулиганами и в настоящее время портят общий облик города. Как стало известно нашим корреспондентам, владельцем является Ростов Автодор. Данное предприятие по неизвестным причинам правом собственника до сих пор не воспользовалось. В конце апреля редакция 5-го канала «Пульс» в адрес директора Ростов Автодора был направлен запрос с просьбой пояснить, когда объекты собственности будут приведены в порядок и начнут работать согласно заключенному договору с Департаментом имущественных отношений. Из полученного ответа выяснилось следующее. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на приведение нестационарных торговых павильонов в надлежащее состояние. Восстановительные работы будут закончены в срок не позднее 31 мая текущего года. По вопросу целевого использования открытие торговых павильонов намечено на июнь 2021 года. Праздник 76-й годовщины Победы отгремел в минувшее воскресенье, но помнить о героях, сражавшихся за нашу страну, необходимо не только 9 мая. Поэтому мы продолжаем в наших эфирах возвращаться к теме памяти героев-земляков. 9 мая в селе Кагальник состоялся митинг, посвященный 76-й годовщине Великой Победы, в ходе которого были установлены плиты и захоронены капсулы с землей, собранной на полях сражений, откуда не вернулись жители села. С раннего утра к памятнику с именами погибших односельчане несли живые цветы. Я хочу, чтобы каждый из нас сегодня еще с большим чувством передавал подрастающему поколению трагедию тех дней. Как бы сегодня ни старались предать забвению, как бы ни старались показать незначимость нашей победы, но мы знаем, что это советский солдат подрузил с нами Победы. Мы знаем, что мы обязаны нашим предкам. Из села Кагальник с начала войны были призваны 1212 человек, вернулось только 648. В рабство на принудительные работы было угнано 70 человек. В Кагальнике родились три героя Советского Союза. Их подвиги и героизм солдат, которые не были отмечены столь высокими наградами, навсегда останутся в сердцах земляков. Это день победы, Огургом пропас. Это праздник, Сединою навеска, Это радость, Со смыслами на глаза. День победы! День победы! День победы! День победы! Поэтому, ну, и просто еще у нас, как говорится, два основных хоккеиста отсутствовали. Это Роман Минеев, очень способный хоккеист будущего нашей команды. И Олег Яковлев тоже отъехал в командировку. Поэтому эти два основных хоккеиста, они могли бы нам очень здорово помочь. Ну, думаю, в будущем они нам будут помогать. И ребята молодые, способные, пройденные хоккейные школы, ребята, как говорится, закреплены в основном составе «Стрела». Я принимал участие в первый раз. Для меня это было значимое событие, очень переживал. Ну, я думаю, что все у нас получилось. В следующем году будем стараться. Вот, хотелось бы отметить наших ребят, которые тоже здорово выступили. Таких, как Брызгалов Юрий, Виктор Балабанов, Алексей Карпенко, Жуков Андрей, ну, и других тоже игроков. Игра легко нам не давалась, было сложно. Приходилось очень много выкладываться. Ну, опять-таки, для меня, повторюсь, это было первый раз. Ну, тяжеловато было. На сегодня это все. Впереди прогноз погоды. А я прощаюсь с вами. Звоните и сообщайте нам интересную информацию по телефону 615-54. Будем делать новости вместе. Берегите себя, соблюдайте социальную дистанцию и масочный режим. Всего вам доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова